Да, это интересно. Но на самом деле, насколько я понимаю ситуацию, вот эта вот современная западная медицина, как мы ее уже называем сейчас в программе, она появилась благодаря, я бы сказал так, темным годам, благодаря средневековому направлению определенному, потому что все, что было до средневековья, все, что было до вот этих вот систем инквизиции, которая охотилась на ведьм и многое другое, до развития в Европе, невероятного развития старта алхимиков, которые искали философский камень и попутно проводили какие-то химические эксперименты. И на их фоне, конечно, вырастали такие гении, как Парацельс. Его можно, наверное, считать основателем современной западной медицины, потому что от него был дан старт. Но все, что происходило до этого, а ведь люди лечились и до средних веков, люди лечились и в древности, вот их всех, наверное, можно называть целителями, потому что под понимание нашей современной врача, они все не подходят. Да, это правда, потому что сегодня что происходит у нас в западном, будем так говорить, обществе, особенно там, где мы сейчас живем, в США. У меня есть родственник, он живет, кстати, в Нью-Йорке. Очень классный врач, очень приятный молодой человек, его все очень и очень любят. Я говорю, просто приходят домой вечером поздно, мы когда были там у них в доме жили, 8 часов вечера, а то и позже, полдевятого, и весь такой замученный. Ну, спрашиваешь, что тяжелый день, да, говорит, было, еще 25 человек пришло без записи. Я говорю, еще 25 человек пришло без записи, я говорю, а сколько пришло по записи? Он говорит, человек 45. Я говорю, так извини, сколько же ты принял людей? Ну, получается 45 плюс 25, 70 человек. 70 человек ты принял людей за, ну, пускай даже 10-часовой рабочий день. Что это получается? 7 минут средним на человека, включая перерывы, включая там какие-то там, ну, не знаю, пока люди зайдут, придут, что это получается? 3, 4, 5 минут на человека, и ты их лечишь за 5 минут? Как это вообще может быть такое, когда человека надо привести, ну, как минимум час? У нас приезжают люди, ну, тех, кого мы приглашаем, Центр Сангельц, приезжают люди, врачи приезжают, вроде бы, да? И у них спрашиваешь, ну, сколько тебе надо на обследование? Ну, и мне говорит врач, ну, полтора часа минимум, ну, в общем-то, а поэтому надо делать 2 часа. Я говорю, так как же, получается, как же ты, как ты деньги заработаешь, будем так говорить. Говорит, ну, у меня-то, в общем-то, цель все-таки вылечить человека, а не зарабатывать деньги. Получается, что наши врачи, чем больше придет людей, тем, естественно, больше они возьмут их денег, то ли это будут страховки, иншурансы, то ли это будут какие-то наличные деньги. Но получается, что врачи мотивированы тогда вот этими вещами, они не мотивированы вылечить человека? Ну, наверное, они мотивированы этими вещами, потому что, ну, так получается, если, говорили еще древние славяне, утверждали, что человек это все-таки многоструктурная энергетическая система. И вот, исходя из этого, как бы, нужно заниматься, можно заниматься целительством, если ты понимаешь, вот эти вот энергетические структуры человека. Я не знаю, насколько современные целители этим пользуются. Я предполагаю, что среди современных целителей находится тоже немало людей, которые, ну, если есть результат, если есть результат исцеления, значит, это действительно достойный человек. Но, судя вот по тем, даже рекламным страницам, которые я наблюдаю, особенно здесь, в Нью-Йорке, невероятное количество людей, которые обещают просто излечить от всех болезней, что чему, конечно, верить практически невозможно. Ну, и, тем не менее, я буквально в эфире на нескольких радиостанциях сталкивался тоже с людьми, которые называют себя целителями, называли, по крайней мере, себя целителями. Но, тем не менее, вот веры нет просто даже, когда ты говоришь с этим человеком, совершенно понятно, что он в какой-то момент просто обманывает. Я не знаю, как определить истинного целителя или фальшивого целителя. Но, тем не менее, энергетически, наверное, человек может почувствовать, что из себя представляет тот или иной оказывающий помощь или пытающийся оказать помощь. Я абсолютно уверен, да. Я хочу сказать вот что. Я посещаю, довольно периодически посещаю такую страну, которая называется Индия. В Индии находятся врачи, которые называют себя аюрведистами, если можно так выразиться. Аюрведа состоит из двух слов. Аюр – это жизнь, веда – это знание. Знание жизни или инструкция, правильный, так скажем так, перевод к здоровой и счастливой и долгой жизни. Так вот, эти все врачи-айюрведисты, они относятся к человеку именно как к целостному существу. И вот там существует такая традиция врачей-айюрведистов. Они определяют, прежде чем они приступают, там есть много нюансов, конечно. Но я был в нескольких таких клиник, даже в большем нескольких таких клиник и беседовал с очень многими врачами. То есть есть такое понятие, которое называется пракрити или природа. И они определяют конституцию. Конституция в нашем западном понимании – это толсто-худой, бледный и так далее. Нет, не так. Конституция человека по аюрведе – это вата-пита-кафа. То есть это вата-пита-кафа, это не та вата, ну и так далее. То есть это определенное состояние, которое никак не связано с физическим телом. Ну никак. То есть человек, который врач аюрведы, когда он смотрит, скажем так, на наших западных врачей, которые лечат там какие-то, взяли, расчленили человека на какие-то части, на какие-то системы, далее расчленили на органы, и каждый лечит свой орган. Я просто в этой связи вспоминаю, как у нас был врач зубной. Приходишь к зубному врачу, и он лечит тебя, он тебе и чистит, он тебе и делает пломбы ставит, и делает руд-каналы, и рвет тебе зубы, то есть он все. Здесь у нас все врачи, они каждая своей специализацией имеют. Трудно найти врача, который делает и то, и то, и другое, и третье. Вот почему, ну, почему, наверное, понятно. Мы сейчас не будем вдаваться, опять же, это не критика, это, ну, как бы анализ вот двух, если можно выразиться, систем и подходов к лечению человека холистическому. Причем интересно, я еще пока не трогаю такое понятие, такую субстанцию, если можно выразиться, как дух или душа. Это мы сейчас говорим о том, что принадлежности к нашему материальному миру, потому что энергетические тела, которые вокруг нас существуют, и их там, ну, как минимум семь будем называть, то, скажем, если вот у нас в центре есть такой аппарат, который называется Aura Imaging, то есть человек подходит к этому аппарату, там есть специальная процедура, к нему подсоединены определенные там датчики какие-то. Для чего это делается? Аура – это те энергетические тела, которые как бы нас окружают. Вот там зарождается болезнь. То есть мы еще, может быть, ничего не чувствуем, ничего не знаем, у нас еще, может, ничего не болит, но там уже понятно о том, что что-то происходит. Так вот, оказывается, на Западе, то есть на Западе этого не понимают, на Востоке это понимают. Вот на Востоке именно с этого начинают. То есть у кого-то, конечно, есть своя методология, которая у китайцев одна, там, допустим, первые элементы, которые в традиционной, скажем, там, в единической концепции или в Индии, они называются земля, вода, огонь, воздух и эфир, а в Китае это воздух и эфир, это дерево и металл. Но идея-то одна и та же. Так вот, что самое интересное, это и есть то самое основание, тот самый фундамент, на котором уже стоит вся настройка. То есть если мы не знаем, какая у нас природа, то есть мы не знаем, какая у нас категория, вот, вата, пита или кафа, а если мы не знаем, вот эти элементы вышли из равновесия, как мы можем, вообще-то говоря, лечить человека, если самое, ну, это как дом, который вот один фундамент, один угол там не работает, что будет с этим домом? Да, у меня, к сожалению, нет индийского опыта, но у меня есть очень долгий белорусский опыт по командировкам, по самым глухим и отдаленным районам, по деревням, где в действительности не так уж доберешься до больницы, но всегда есть какая-нибудь бабушка, которая лечит, и ее знают, что она может лечить. А вот способы лечения совершенно разные. И я вот не знаю, насколько целительство можно было бы подразделить, вот именно исходя из моего белорусского опыта. В одной деревне я видел бабушку, которая просто заговаривает. У нее есть огромное количество заговоров, и действительно у нашего коллеги очень болел зуб, она его заговорила как-то очень быстро, зуб болеть перестал. Я понимаю, что от этого зуб здоровее не стал, но тем не менее определенные болевые ощущения ушли, наверное, на каком-то энергетическом уровне, потому что она практически ничего не делала, она только говорила над ним. Это один опыт. И есть второй опыт, тоже женщина, простая деревенская женщина, у которой сын был с серьезной онкологией, и его из нашей республиканской больницы в Боровлянах просто выписали и отдали уже домой. Сказали, все, мы уже ничего не можем больше сделать. Все возможные курсы были проведены. Она от какой-то бабушки слышала, что есть какой-то грыб в лесу, и этот грыб надо собрать, измельчить, давать. И так вот получилось, что если сыну ее оставляли буквально недели-две, наверное, на жизнь, поэтому его и выписали уже домой, то фактически через год он приехал провериться в Боровляны, и врачи не поверили своим глазам. Ничего не было. Но вот кто-то же знал, какой именно гриб надо найти в лесу, как его измельчить, как его приготовить, и как его дать в качестве лекарства. Совершенно старое знание, совершенно понятно, что оно в этой деревне просуществовало энное количество столетий, может быть, даже более того. Я не знаю, как адресовать, в какое историческое поколение адресовать эту деревню, сколько она там стояла на берегу Сожа. Но, тем не менее, это факт, который мы не можем выкидывать из жизни. Вот в первом случае, наверное, на энергетическом уровне, во втором просто знание чего-то. И то, и другое целительство, да? Ну, в принципе, конечно, да. Мы помним, я помню, в самом случае, думаю, что и вы помните, у нас были такие известные две сестры, сестры Садовские. И эти сестры Садовские, я имею в виду у нас, это Минск и Белоруссия, и они были известны не только на территории Минска или Белоруссии. К ним приезжали люди из России, близлежащих с Украины, с Молдавии. Приезжали люди, они имели какую-то воду, и они давали эту воду, и люди пили эту воду, или делали примочки с этой воды. И они, так сказать, люди выздоравливали. Что интересно, это абсолютно то же самое, что происходит в Аюрведе. Есть достаточно известный, достаточно популярный человек, он проживает в России, его зовут доктор Торсунов, и он считается, ну, там, чуть ли не самым главным по Аюрведе человеком, у нас на территории, повторяю, ну, у нас, я имею в виду, на Западе, в России, который разбирается именно в Аюрведе. Так вот, есть определенные, те самые корни, вот бабушки это все знали когда-то, и сейчас кто-то знает, естественно. И вот берешь веточку, привязываешь куда-то к больному месту, и моментально проходит. Вот могу вам сказать, даже такой вот наш хороший друг Чикаго, вот мой лично Сергей Серебряков, который тут бывал неоднократно у нас, которого я приглашал с территории России, он, как-то я помню, мы с ним беседовали по скайпу, и моя жена говорит, слушай, спроси у Сергея, что делать, вот у меня там где-то что-то, я уже не помню, болит. Значит, я у него говорю, он говорит, слушай, возьми, возьми, как это называлось, этот, я уже не помню, корень какой-то он назвал, я вспомню, я скажу, возьми палочку, они в определенном виде есть, в разных видах, короче говоря, есть и как жидкость есть, и как такая палочка этого, возьми и привяжи к указательному пальцу правой руки, что, в общем-то, она и сделала. Ну, я не помню, то ли это голова, то ли что-то такое было, короче говоря, буквально через 15 минут все прошло. Если, да, есть, есть очень много советов, на самом деле, когда мы вели с тем же Сергеем Серебряковым, вели программы, то у нас была такая рубрика «Полезные советы на каждый день», и он говорил о полезных советах на каждый день, люди звонили, задавали вопросы, и это было действительно очень интересно, надо как-то это все возобновить, и это будет действительно очень интересно, так что это действительно элементы целительства, которые, ну, в современной медицине, как бы, ну, даже если знают, вот представьте себе картину, мы приходим к лицензированному врачу, и говорим, такое, кстати, уже было, я потом расскажу, и говорим, послушай, а вот если я буду вот это делать вместо твоих лекарств, фармацевтических таблеток, ну, как вы думаете, как он будет реагировать? Ну, понятно, как он будет реагировать. Ну, понятно, Михаил, я вот насчет палочек как раз, это же целая огромная традиция славянского целительства, там даже есть, как бы, считается, что есть палочки двух видов, которые отдают энергию, и которые отнимают, так называемые полные и пустые, но это в основном, как бы, вот, именно этот способ целительства применялся для конкретных, локальных мест, это когда есть раны, когда есть язвы незаживающие, усыхание тканей, вот тогда вот в основном использовалось такое дерево, как осина, кстати говоря, но в данном случае, может быть, какой-то другой корень используется. Тоже довольно интересная тема, о которой можно довольно долго говорить. Вот, тем не менее, я еще одно буквально замечание и один вопрос. Во-первых, я хорошо по радийному опыту, по своему знаю, как относятся профессиональные врачи западного толка, скажем так, то есть доктора, к тому, что рекламируется иногда в средствах массовой информации целительство и то, что называется почему-то нетрадиционной медициной, хотя это и есть самое, что ни на есть традиционная медицина, вот, но, тем не менее, все врачи нам говорят в один голос. Когда вы рекламируете это дело у себя в средствах массовой информации, вы преступники, потому что вы отвлекаете людей от тех проблем, с которыми должна справляться нормальная медицина, а вы отправляете бог весть кому, бог весть куда и неизвестно, помогут им там или нет. Вот, и такое очень жесткое отношение, очень суровое, именно к журналистам, именно к средствам массовой информации, если мы начинаем говорить о целительстве и о так называемой нетрадиционной медицине. Вот такое вот отношение. Ну, да, я не к этому. У вас есть, я так понимаю, свой интересный человек, которого тоже надо было бы рассказать, кто он, что он, какими методами он работает, но, в общем, так поподробнее. Ну да, то я только вот тоже реплику по поводу того, как относится современная медицина. У нас достаточно часто на нашем канале выступает такой человек, которого зовут доктор Увайдов, Борис Увайдов. Он проживает в Лос-Анджелесе, и он работал в течение многих лет, 25 лет, по-моему, он работал на границе с Мексикой, и там есть определенные, скажем так, центры, онкологические центры. Они находятся за пределами юрисдикции, будем говорить, Соединенных Штатов, они находятся на территории Мексики, поэтому о том о лечении рака можно говорить достаточно свободно. У нас это как бы табу. Вот только медицинские определенные средства мы можем лечить рак. Если мы сейчас будем в эфире говорить о том, что человек излечивает такие заболевания, ну, как бы это, мягко говоря, не рекомендуется. То есть у нас есть такой дисклеймер о том, что мы не всегда согласны с мнением наших гостей, и не всегда это соответствует, скажем, нашему пониманию. Поэтому на всякий случай я как-то это озвучу, да? Это правильно. Да, это правильно.